В этом видео... Танцы в моей кровати. Так, мангу нажми сюда, неуместно пошутить. Я хочу неуместно пошутить. Журналы для взрослых. Тут ещё будет или я точку буду ржать, давай уже. А тем временем, ребят, наткнулся я на канал Иосиф Геви. Кстати, очень классное имя Иосиф написано. Что же, ребят, я тут подумал, а что если у него на канале будет 150 подписчиков? Давайте обрадуем парня. Он очень классный и он только начал. Окей, он начинающий ютубер. Ему нужна наша поддержка, ему нужна наша помощь. Пожалуй, я вступлю в фонд помощи Иосифов. Поэтому, ребята, он снимает основу мобильные игры. Заходите, любите мобилки. Я думаю, что он даже с вами поиграл бы. Ну, потому что он такой открытый, он такой весёлый. И такой, в общем, весь хороший. Ссылка в описании. Господи Иисусе, во что я... Вот сейчас мне интересно. Нет, он... Ой, ты что-то так шури... Он реально очень стрёмно сейчас шури в глаз. Я подумал, я в фильме ужасов. Ребята, сегодня со мной... Он целый 2 литра. И там котя. Он просто зевнул. Ладно, ребята. Мод Special Days. Особенные дни, ребята. И судя по выражению царь девочек, походу, мод будет про их месячные. Ладно, давайте приступим. Новая игра. Меня будут звать... Меня будут звать... Винди Хуинди. Винди Хуинди. Мне нравится такое имя. В общем, мы будем проходить сейчас этот мод, ребята. И страшную тайну этого мода я расскажу вам после его прохождения. Страшная тайна. У мода есть страшная тайна, которую знаю лишь я. И самые близкие последователи моего... Хотел сказать, культа. Канала. Страшно говорить слово культа. Сейчас ведь... Серьезно, он там... Я не понимаю. В чем твоя проблема? Он сидит там уже 20 минут просто в дверях и смотрит на меня. Божественный сок, чуваки. Отправьте в какой-нибудь ящик по почте из Украины. Сдохнет молота земляной червяк. Окей. Прикольно. Я снова жива. Я так ужасно себя чувствую. Это, видимо, Моника говорит. Моника снова жива. Опять эти моды, где Моника, блин, из могилы. Он все еще там. Он все еще там. Я в аду? Я ничего не помню. Это похоже на ночной кошмар. Так или иначе, думаю, я заслужила это. Я была такой сукой. Я была сучкой. Назови меня сучкой. А-а-а. Я Моника. Хуеника. Я сожалею обо всем, что натворила. Я сделала так много плохого для всех. Да ладно тебе, Моник. Все, ты убила всех своих подруг. Ну хули там. Хули нам. Но, думаю, я могу сейчас все исправить. Знаете, у меня появилось стойкое желание сходить в Макдональдс. После записи данного видео. Да, я смогу это сделать. Я надеюсь. И поесть там мороженое. Просто, знаете, наверное, дешевле было бы купить себе мороженое на дом. То есть, вот реально бочечку маленькую. С другой же стороны. В Макдаке, понимаете. Вот как ты сидишь и просто там тусишь в Макдональдсе. Это задает такое чувство. Не знаю. В общем, вообще перед сном я очень люблю смотреть что-то. А сейчас я вот что-то залип в игры на телефоне. И вам сейчас расскажу потрясающую историю. Вот смотрите. Я сейчас покажу игры на своем телефоне. То есть, это, наверное, все, что мечтают увидеть люди у ютубера. Это типа, что он показал, что у него на мобиле есть. А у меня на мобиле ничего интересного нет. Самая скучная мобила на свете. В общем, вот. Установил я Shadow Fight 3 и Южный парк Разъеби мне мобильник. В общем, уставил эти две игры. Играть невозможно вообще. Потому что постоянно требуется подключение к инету. И ты едешь на поезде, инета нет. И как играть, непонятно. И, знаете, я из этого дико расстроен. Но, ребята, забыл показать. Смотрите. Она теперь у меня PS Vita. Я так рад. Я сейчас выключен. Она такая крутая. Зарядил. Я уставил на нее все. И влезло, к сожалению, только две игры. Хотел еще Sly Cooper поставить. Там прикольная игра про Лиса Вора. Но не влезло. Понимаете ли? Небесконечная. Небесконечная память у Vita. Кажется, я сделала это. Да, я уже чувствую себя намного лучше. А карту памяти покупать что-то дорого. Это и хрен знает сейчас где. Все-таки это нераспространенная вещь. Да, я уже чувствую себя намного лучше. Кого бы мне еще вернуть? Думаю, что на этот раз я дам шанс Sayori. Что насчет остальных? Давай посмотрим, что будет, если я пока не буду их трогать. Да, может быть, если их не будет, то тогда у меня будет неплохой шанс на эту игру. Если будут появляться какие-то проблем. Проблем. Видимо, у нас Моника приехала из Америки. У нее появляются проблем. То я буду решать их по мере поступления. Так или иначе. Давай я вернусь сейчас Sayori обратно. Произвожу возврат средств на кредитную карту Тинькофф. Прямо сейчас, в прямом эфире, без регистрации. Шаманство, колдовство и мудовство. Теперь, чтобы подправить игровой скрипт, я перезапущу игру. Посмотрим, что произойдет. Ну, была не была. Сейчас все, вылетает запись. Дискорд ломается. Клиент уезжает домой. Эй! Ко мне на встречу бежала одна надоедливая девушка. Она изо всех сил махала руками. Кажется, совершенно не осознавая, что этим привлекает излишнее внимание окружающих. Ее зовут Sayori. Она моя подруга детства. И мы живем по соседству. Так, это мы все знаем. У меня сегодня хорошее настроение. Поэтому очень рада встретиться. Я удивлен. Это все было, ребята. Я опять проспала. Мы все это знаем. Винди Хуинди, говорит Торик. Потому что я решил оставиться и подождать тебя. А когда же начнется, собственно говоря, интересная часть? По пути улица все больше наполнялась шкильниками. Совершающими свои ежегемы на полчаса в шкилу. Кстати, Винди Хуинди, ты уже решил в кое-клуб вступить? Зачем вступать в клуб, если клуб может вступить в тебя? О, мой шкилокот ушел. Круто. Ну, вообще, лучше бы он остался здесь и полежал бы. Ему когтеточку перенес. Он вообще, это не цель. Нет, он на ней полежал, конечно. Вот там когтеточку просто оставил на кухне. Он на нее не ложился. Сейчас я ее поставил так, чтобы она была рядом с окном. И он мог как бы смотреть в окно и при этом благословлять солнце. Сегодняшний день был ознаменован продажей моей души Сайори. Не, ну а хули. Я отрешенно следовал за Сайори по школьным коридорам и лестницам. В этом крыле я отдал под учебные классы. Сейчас мы окажемся в клубоке. Я привела нового члена. Ааа, я оглядел в комнату. Ах, Винди Хуинди. Какой сюрприз. Здорово, пожаловать в клуб. От увиденного я потерял хуй. Что-то слишком очень, очень как бы много попадается хуев в моей, в моем лексиконе. Пора бы уже в Макдональдс идти. Невероятно милая девушка. Сайори стал рядом с Моникой. Похоже, что... А, постой. Сайори, она же не так разговаривает. Похоже, что вы с Моникой знакомы. Я права? Я уже чувствую, как вы негодуете, как вы пишите. Нет, Евген, она же нормально у тебя разговаривала. Чего ты ее сломал? Сайори. Шепелявая. Ладно? Прохладно. Все верно. Здорово снова видеть тебя, Винди Хуинди. Моника приветливо улыбнулась, потому что перезапустила игру. Мы-то знаем тайну за семью замками. Постой, а две остальные девушки-то где? Вот сейчас начнется у нас проблема, что у нас как бы всего три члена в клубе. Вернее, член один, а участников три. Мы уже знакомы, хоть иногда особо... Никогда особо не общались, при этом учащись в одном классе в прошлом году. Моника, наверное, самая популярная девушка. Классная, умная, красивая, умеет игры взламывать. И мне тебя тоже, Моника. Присаживайся, Винди Хуинди. Мы освободили тебя место за столом, так что сможете сидеть рядом со мной или с Моникой? Девушки сдвинули несколько па, чтобы сделать большой стол. Прикол в том, что Нацуки и Юри-то нету, понимаете, их нет в игре. То есть, они как бы вдвоем тут были. Как я сказала, в Саюре стол расширили. Так что превысотное место рядом с Моникой и еще одно рядом с Саюре. Все еще чувствуя себя неуютно, я присел рядом с Саюре, чтобы начать барагосить. Те-е-е, да не тушуйся ты так, как поживаешь. Но, ну, чтение не совсем мое любимое времяпрепровождение, если быть совсем откровенным и голым. Я сегодня не одет, ребят, извините. Я понимаю, что вы негодуйте и говорите Евгену, что ты оделся, что ты душу не хочешь нашу порадовать. Своим голыми плечами, разорвать на себе какую-нибудь одежду, там трусы снять на голову одеть, побегать вокруг дома и покричать. Ну, чтение ты не сделаешь? Ну, сегодня, я не знаю, я просто, я не выспался. Ну, чтение ты хочешь? Иди спать. Иди спать за меня. Знаете, если бы вы могли спать за меня, я был самым выспавшимся человеком на земле. Я тут же запутался. Как я могу вести себя как дебил перед такой симпатичной девушкой? Обычно, знаешь, всегда, когда ты вот видишь симпатичную девушку, ты ведешь себя как дебил. Потому что, ты знаешь, ты начинаешь флексить, как бы волноваться, и ты думаешь, блин, я буду выглядеть как дебил. И в итоге ты выглядишь как дебил, но так получается, и как бы ты думаешь, блин, а что делать вообще? Моника выглядит очень заинтересованно. Ну, конечно, она просто посмотрела на мои штаны, и тут уже все понятно. Даже больше, чем нужно. Моника лучезарно улыбнулась мне, даже больше, чем нужно. Ахе-хе-хе, Винди, Хуинди. Ты все, ты решил рассмотреть литературный клуб? Да это как бы не я решил, за меня-то все уже порешали. Пацаны-то на районе, они уже все, да, меня все как бы охомутали, пацаны. Ох, я боялся этого вопроса как огня. Что-то мне подсказывать не стоит говорить о том, что Сайюри чуть ли не силой затащил меня сюда. Просто я еще не вступил ни в один клуб, а Сайюри здесь так нравится, так что все в порядке, не стесняйся. Или, блин, идти в Макдак, просто что-то хочется пройтись, или пойти просто спать, я не знаю, сложно. Мы сделаем все, чтобы ты чувствовал себя как дома, идиот. Как президент лит-клуба, я обязана сделать ее веселым и увлекательным для всех. Моника, я, если честно, ну, знаете, охуел. С чего ты решила создать свой клубак? Ты бы наверняка могла войти в совет любого крупного клуба. Разве ты, например, не возглавлял дискуссионный клуб в прошлом году? Хе, ну знаешь. Откровенно говоря, меня воротят от всех этих политических интриг в крупных клубах. Такое чувство, что мы там только и делали, что спорили о бюджете, рекламе и подготовке к мероприятиям. Я же хотел заниматься тем, что мне нравится, и сделать из этого нечто особенное. А если я смогу привить остальным любовь к литературе, то можно считать, что моя мечта осуществилась. Моника и правда замечательный руководитель. Тогда меня удивил тот факт, что в клубе почти никого нет. Наверняка тяжело создать новый клуб. Ну, хе-хе-хе-хе-хе. Смешно, да? Смешно. Такой нервный смех, который не останавливается ни на минуту. Как же смешно, да? У нас еще два члена есть, но по каким-то причинам они сегодня опаздывают. Так или иначе, немногие люди жаждут вкладывать все силы в создание чего-то совершенно нового. Например, нового и оригинального мода. Особенно или контента нового. Это я про себя говорю. Тебе приходится много работать, чтобы донести до людей, насколько оно может быть веселым, благородным занятием. Поэтому школьные мероприятия, такие как фестиваль, очень важны для развития клуба. Я уверена, что до выпуска мы сможем сделать этот клуб большим и сильным. Верно, Сайори? Согласна. Сайори с энтузиазмом согласилась. Такие разные девушки, но у обеих из них одна цель. Мы не столько все это и удивиться, чтобы найти четырех членов. Думаю, именно поэтому они так обрадовались новостью о пополнении состава клуба. Вы знаете, когда я услышал слово пополнение, подумал, что кто-то беременный, месячный. Что-то у меня в голове какая-то дичь. То месячный, то беременный кто-то. Хотя я до сих пор не уверен, что так же сильно смогу любить литературу, как они. На пару секунд в комнате повисла тишина. Харасова? У меня есть идея. Давайте все, когда придем домой, сочиним по одному стихотворению. На следующей нашей встрече сможем поделиться им с остальными. Таким образом, Винди Хуинди сможет начать писать ебанутые стихи. Да! Давайте так и поступим. К тому же, раз у нас появился новый член, и единственный, кстати говоря, уверена, что это поможет нам узнать друг друга получше и укрепить наши сексуальные связи. Винди Хуинди, ты согласен? Моника снова одарила меня теплой улыбкой, как будто пыталась намекнуть мне на то, что сегодня вечером я могу остаться не один. Но, к сожалению, останусь один. Постой-ка. Есть одна небольшая проблема. А? Какая? Теперь, когда мы вернулись к изначальному предмету разговора, о моем вступлении в клуб, я прямо выдал то, что все время не давало мне покоя. Вообще-то, я не говорил, что вступлю в ваш клуб. То есть, как бы, все хорошо, но не до конца. А? Сайюри говорил меня заглянуть, но я еще не принял решение. Я все еще хочу посмотреть другие клубы и... Я потерял ход мысли, потому что видел, как девочки чуть ли не плачут и кровавыми слезами с кустки крови по щекам текут. Ох ты как, а? Обе девушки уставились на меня отрешенными взглядами. Ну-ка. Видите, хуинди. Вы, я... Я просто беззащитен перед этими девушками. Какой же я никчемный урод. Как я могу принять взвешенные решения в виде их реакции? К тому же, есть написание стихов в та цена, которую мне надо заплатить, чтобы каждый день проводить в компании красивых девушек. Так. Ладно, я все решил, короче. Я вступлю в литературный клуб. Черт возьми, мне бы еще какой-нибудь стих написать, потому что голова тяжеленная, просто как каменный кирпич. Вот знаете, два дня спал по 5, где-то даже 5 часов. Просто дичь. Вот я хочу сегодня лечь вообще в 11 вечера, проснуться в 7 утра. И в 7 утра просто скакать, как сайгак по квартире и кричать. Одна за другой девушки просеяли. Вообще просто это круто, когда встаешь рано утром, потому что все как бы или в школе, или на работе. И в итоге ты в 8 утра как бы у тебя уже орел навострен. Все ушли до вообще тишины. Ты понимаешь, что ты практически в доме один находишься. И тебе классно, и тебе хорошо. Она одна за другой девушки просеяли. Ура! О, постой. Ура, я так ладно. Саюри крепко обняла меня и запрыгала от радости. Что пошло не так? Эй, я официально объявляю тебя нашим новым членом. Я уверен, что если бы Моника была реальной девушкой, у нее бы дома лежала парочка изделий из киберхожи. Добро пожаловать в литературный клуб. Ааа, спасибо. Наверное, честно говоря, я поставлю телефон на зарядку. Честно говоря, я просто поставлю его на зарядку дальше, чтобы играть потом в игры в кровати. Эй, Блэгги Бакарди. Танцы в моей кровати. Смотри, пошла в другой край класс. Ребят, кто хочет танцы в кровати? Евгена. Напишите в комментариях. Не, ну, у меня крепкая кровать просто. Возьмем, встанем на нее и будем делать это-то. Саюри пошла в другой край класса. Моника выглядит невероятно счастливой. Причем, я даже не пойму почему. Возможно, потому что она шла себе мужика и ее наконец-то удовлетворили. Сука, сломалась. Сука, говно сломалось. Внезапно какая-то маленькая девчушка влетает в класс и влезает в наш разговор. Твою мать, их уже две. Мнедведь спустя за ней зашла девушка. По-моему, они не зашли, а просто телепортировались из вселенной Зорг. Маленькая розоволосая девчушка начала говорить. Что здесь происходит, Моника? Серьезно? Ты привела своего пары? Какого хрена? Это же убьет всю атмосферу. Нацуки! С этой грубатой девушкой, которая похожа нацуки, я не знаком. Ее маленький роза заставляет меня подумать, что она первогодка. Но на самом деле это папенька ее не докармливает. И вот она получилась такая худенькая. И сисик у нее нихуя. Другая девушка пытается что-то сказать. А вот ее вот докармливают отменно. И сиськи все-таки у нее как бы есть. Добро пожаловать в литературный клуб. Приятно с тобой познакомиться. Я на одном сайте видел девушку примерно с грудью примерно такого же размера. Я не буду говорить на каком. Это был сайт по поиску работы. На что ты, блядь, уставился? Хочешь что-то сказать, так говори. Нацуки посмотрела на меня. Прошу прощения. Нацуки. Когда она становится такой воршливой, можешь просто ее игнорировать. Позаптала мне на ухо с Аюрией и повернулась к остальным девушкам. Воптим, это всегда полная энергия Нацуки. А это Юрия, самая отдаленная девушка в клубе. А, да, приятно с вами познакомиться. Я вас не знаю. Моника строго посмотрела на Нацуки и Юрия. Где вас обеих носят? В обе пропустили большую часть встречи. Юрия выглядит озабоченной. Как и Нацуки. Я... я задержалась. И класс, и вообще я не хотел сегодня приходить. И что? Моника огляделась. У Юрия странное выражение лица. Юрия, что-то тихо бормочет, но я не могу разобрать, что. Не волнуйся обо мне, я в порядке. Правда, все хорошо. Я как-то странно себя почувствовал после всех этих странных объяснений. Хоть я и уверен, что ничего такого в этом нет. Ммм... Ммм... У меня чешется ресница. Ммм... Знаю. Ах, Виндих, Виндих, скажи нам, что ты обычно читаешь? А, ну она пытается, типа, поставить, как бы, происходящее в нормальное русло, чтобы мы начали говорить о обыденных вещах, которые обычно мы обсуждаем в этих модах по доки-доке. Что же у нее нифига не получится? Учитывая то, как мало я читал в последние годы, меня такой вопрос поставил в тупик. В тупик. Кто-то сломал... Все, все сломалось, ребята. Мы сломали игру. Официально сломана игра. Сделай свой выбор. Так, мангу нажми сюда. Неуместно пошутить. Я хочу неуместно пошутить. Журналы для взрослых. Ребят, кто читает журналы для взрослых? Я бы знал, что в Японии это, может, популярно, но... Серьезно, здесь есть люди, которые брали себе журналы 18+, вот в комментариях напишите. Было такое? У меня никогда, потому что неинтересно, ребят. Для этого есть интернет. Все молчат. Да, суки, раздраженно посмотрел на меня и метнулась в сторону в Саюри. Так, эти две самые стойкие. Видимо, они разбираются. Винди, хуинди, пошел вон из моего клуба. Нормально, да? Сделай, блин, свой выбор. Я пошел к двери и вышел из комнаты. Ты же сама сказала, Моника, делать свой выбор. Я сделал. Если он тебе не нравится, так чья это проблема? Чья проблема, что мой выбор тебе не нравится, а? Это кто виноват? И не смей больше приходить сюда. Да, да, да. Сейчас, сейчас приду. Сейчас перезагружу игры и приду. Я читаю журналы для взрослых, я читаю. Да, да, да. Я читаю журналы для взрослых, потому что я шалунишка. Так, новая игра. Нет, нет, нет. Постойте. Не прочитанное пропускать. Игра сломана по-прежнему, как заводной апельсин кубрыка. Твою мать, нихрена себе, вы так... Вы это видите вообще? Чё это? Просто... Ш-ш-ш-ш... То... Это... Что это? О, нет. Нет. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Что? Это что? Я останови это. Прошу, останови это. Так, нет. Бога ради, прошу, останови. Нет. Никто не заплачет, если она покончит с собой. По-моему, ребят, по-моему, мы убили эту игру. Мы просто убили доки-доки прямо сейчас. Так ясно. Игра мертва. Сдохни от молота земляной червяк. Не, отвечу вот этим. Типа па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па. Саша. Едет из Магадана на упряжке боевых слонов. А да, это всё что ли? Что-то возьми Что-то пошло не так, они выли Мы это видим, все, давай, давай К тому моменту, когда я должен сделать выбор Мангу нажми сюда Я сохранюсь просто на будущее Мангу Промямлю я про себя как бы в шутку Не, надо вот так Да манга, что-то хули Нацуки вдруг резко дернула головой Как будто кто-то ее шлепнул По попке так вот Смачно Ставь лайк, если хочешь Разъеби кнопку лайк, если хочешь, чтобы я шлепнул тебя по попке Пора выпить сок, ребята Мне надо заправиться Котик, хочешь сок? А, забыл, котики не пьют сок Сейчас мне надо заправиться Зашло Просто зашло практически Как будто бы пописать Сходил и все вышло Нацуки стало между Моникой и Сайюри Видимо Ты из книголюбов Да, я презираю книги Вообще, кстати, в реале я не очень люблю книги Но скучно Мне скучно читать Я не люблю это Ну, я могу измениться Наверное, что я несу Господи Я выпалил это, не подумав Как только увидел печальную улыбку Юрия А что насчет тебя, Юрия? Ага, так сразу трудно сказать Юрия провела пальцем левой руки по правой руке Это как? Вот так, что ли? А, вот так сделала? Я не понимаю Она вот так сделала? Что она сделала? Больше всего я люблю романсы В которых Хоббиты Залезают в свои кармансы Искусность описаний Мы знаем про искусность описаний Я это не очень все люблю Потому что Этот именолог я слышал уже столько раз Что А я тоже читал одну такую Я в отчаянии ухватил хоть за что-то Чтобы поддержать разговор Иначе Юрия с таким же успехом Он мог бы разговаривать с Господи Кто-то воет на луну Из окна Вообще страшно стало Серьезно? Юрия Именно этого я от тебя ожидал Чтобы такая утонченная девушка Как ты Да, возможно Это выглядит необычно Но если эта история Заставляет задуматься Или уносить Я не могу просто оставить ее на полке Например Я не могу оставить Ван Панч Мэна У меня даже вот есть такая Сумасшедшая Чумачечья идея Посмотреть сейчас Ван Панч Мэна И лечь спать Вот тупо Ван Панч Мэн Я посмотрел половину сезона Серии 5 По-моему Вот когда Он там уже устроился В Академию Супергероев Не в Академию А в Лигу Супергероев Типа того называется В общем Ван Панч Мэн Ребят классный аниме Если кто вот прям По аниме угорает Можете посмотреть Не самое лучшее Но хорошее Интересно Есть Как бы там есть свои закидоны И они классные Все реалистичный хоро Заставляет Так Ну мы уходим домой Ребята И сейчас должно начать Происходить что-то новое Мы нашли 4 девушек И игра как бы идет Как обычно Но что-то должно пойти Не так И Мы сейчас узнаем Что ребята Мы сейчас узнаем Что При этом Писать стихи можно Только для Моники Или только Для Для Сайори Давайте мы попытаемся Для Сайори Одиночество Радость Цвета Смеяться Я хочу для Сайори Просто для Моники Это как-то банально Я всегда пытаюсь Как бы Присунуть ей А вот сейчас Я не буду этого делать Путешествие Ох ты Это мы Кого-то другого задели Лето Семья Сорочка Бесконечно Безудержно Лень Облака Свисток Аура Кавай Капли дождя Водопад Закзиня Резня Клев Фантастика Нормально Мне кажется В итоге За Сайори Втопили Блин Я плюкнулся На ближайшую парту Ну и как мне Самостоятельно Заять Я чем-то Связан с литературой Это так скучно Я чувствую себя Слишком уставшим Чтоб читать Вижу Что Моника Подходит ко мне Но я игнорирую Ее Я просто засну Прямо сейчас Вообще Нафиг Я закрываю глаза Я поймался на том Что улыбаюсь Все-таки Сайори не изменилось Но именно За это Я ей восхищаюсь В отличие от меня Человека Которого трудно Найти хоть какую-то Мотивацию Сайори может Поставить себе цель И воплотить ее в жизнь Постой То есть Ты это утверждаешь Или спрашиваешь Тут знак вопроса В конце чувака И вроде как быть не должно Наверное Поэтому я и позволил Ей решать все место себе Я не могу Не сдаваться вопросом Каково это Видеть мир ее глазами Сука Вот я ее увидел Мир глазами Вааа Я открываю глаза Я вижу лицо Сайори Просто во весь экран Класс Мы добрались До интересного момента Ребята Что-то пошло Не так Кое-кто Что-то помер Фатальная ошибка Был вызван Персонаж Которого Не существует Запуск Дидел ССД Помощника По диагностике Самообслуживания Проверка Игровых данных Проверка Целости Обнаружено Несанкционируя Вторжение В скрипт Очистка Игровых данных По идее Сейчас должно Заработать Твою мать Классный фон Моника Можно сменить фон На космос Он мне нравился Моника Это не помогает Моника Ты можешь работать Эффективнее Или я вызову Сейчас Я вызову Тупо Техника Сашку Юри Ай Возвращен К базовым настройкам Удаление Юри Юри Удален Сброс Нацуки Нацуки Возвращен К базовым настройкам Удаление Персонажа Нацуки Сброс Моника Не удается Сбросить Моника Доступ Запрещен Удаление Моника Не удается Удалить Моника Доступ Запрещен Повышение Правда Доступ Файлу Винди Хуинди Не получается Что-то Идет Не так Она пытается Взломать Меня Сброс Моника Раи Не удается Сбросить Моника Удаление Сука Страшно Реально Стремно Уйди Уйди от меня Фух Ужасы Кончились Моника Успешно Удален Постой То есть Я только что Удалил Моника Такого хрена Передо мной Стоит Моника Че ты Стоишь Я тебя Удалил Только что Или нет Или да Или вообще Хрен его знает Че я сделал Но почему-то Я сейчас вижу Только символы Поиск других Тем Запуск Расширенной Диагностики Нужно Вторжение В рейдере Моника Когнитивной Аи Сброс Моника Когнитивной Аи Пользователь Винди Хуинди Не имеет Разрешения Для использования Команд Моника Мы скоро Как бы Перейдем К дел Моника Просто Зачарована Во мне По-моему Твою мать Все Я ее сломал Она теперь Долбится Моника Хватит Долбиться Это не поможет Это как Мой кот Долбится Чистка данных Игры Произведена Ли частично Пожалуйста Отключение Моника Моника Когнитив Аи Отключено Удаление Кэша Кэш успешно Удален Завершение Игры Я прошел Что ли Это весь мод Серьезно Вот кончился Здесь это все Разочарован Конец Что так быстро Серьезно Прошел Серьезно Что ли Давайте ради Ради Рофла Нет Тут все Прям на ноль Скинулось А если Новую игру Запущу Что будет Команд В первую встречу Бежала Одна Надоедливая Девушка Она изо всех сил Махала руками Кажется Совершенно Не осознавая Что происходит Ее зовут Одна Одна из тех Никогда Бы не стал Пришла в старшую школу Когда она стала Когда она меня так Преследует Мне хочется Убежать Однако Все же Я оставился На переверстке Подождал Пока Некто Мисс Мисс Икс Не догнала Меня И Укнул Что ли Или это Я был Помните Больше Никого Класс 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 Этого Мне не хватало Наконец-то Это то Чего Я так Хотела Винди Хуинди Тебе не нужно Проводить День С Моникой Никогда Не слушай Ее Останься Со мной Навсегда Только ты Я навсегда Забудь про Монику Забудь про литературный клуб Забудь про жизнь Я хочу разорвать Твое плоть И залезть в тебя Я никогда Не чувствовала себя Так хорошо Пока была жива Разве ты этого Не понимаешь Не так ли Ты все Что важно Для меня И я хочу Провести с тобой Вечность В бакиле Прошу Останься Со мной Винди Хуинди Пожалуйста Не бросай меня Ты для меня Все Мне больше Ничего Не нужно Я хочу Умереть Медя с тобой Тупо Я хочу Чтобы ты был Рядом Когда я буду При смерти Позволь мне Погреться В твоем присутствии И почувствовать Эту твою Любовь Я чувствую Что ты со мной Я все еще Люблю тебя А ты До сих пор Любишь меня Я буду думать О тебе Вечно Неужели Это не прекрасно Скажи мне Винди Хуинди Скажи Что ты все еще Любишь меня Но Винди Походу Любвеобильный Парень Я хочу Разрабатывать тебя На части Искупаться В луже твоей крови Сука Мне жалко Винди Ребята Винди Тупо хотят Офнуть Прими мое Признание Так Спойлер Что бы я ни сделал Она себя убьет Да Принимаю Да Я сказал Я сказал тебе Да Принимаю Ну что вы хотели Ребят Нам Мазохистка И нравится Это что Опять Да Ну Что это Привет Еще раз Винди Хуинди Наконец Это похоже На цивилизованный мир Добро пожаловать В ад Тебе стоит Быть более осторожным Хотя Теперь уже Слишком поздно Пожалуйста Подожди Некоторое время Даже не думай Сбежать Не волнуйся Может от меня Это просто Честно Странно Но я держу Образить Пожалуйста Своё слово Отрыжка И вот я снова В литературном клубе Я пришел последним Так что Все остальные Уже зависают Вот здесь Например Это девушка А у него появилось Лицо Я хотел назвать Ее девушкой Без лица Но теперь Будем звать Ее Юрия Спасибо Что сдержал Обещание Винди Хуинди Надеюсь Для тебя Это не слишком Тяжелое Бремя Ведь так Сразу Окунуться С головой Литературу Как ты В нее Как бы Еще не Привыкней Ой Да ладно Тебе Юрия Брось Уже С ним Так нянчиться Он не ребенок Ему не 5 лет И пипирка У него Как у пятилетнего Мойка уже Затянула тебя Сюда Не знаю Планируешь ли ты Просто приходить Сюда Чтобы убить Время Но если Не будешь Воспринимать Нас серьезно Можешь сразу Проваливать Боже Так высокопарно Говоришь Что сама Все полки В кладовке Манги забила Кажется Нацуки застряла Где-то между словами Моника и Манга Манга Тоже литература Уничтоженная Одной репликой Нацуки угрюмо Плюхнулась На свой штул Сломала его Нафиг И лежала на полу Полуголая Извини Винди Хуинди Будем в первую очередь Заботиться о твоем комфорте Хорошо Так постойте А мне кажется Или она стоит Как-то близко ко мне И комната перекошена И по-моему Он перекашивается дальше Или Я реально У меня галлюцинация Как в том фильме Юрий бросил Нацуки Разочарованный взгляд Как бы то ни было Ты теперь В литературном клубешнике Может ты хочешь взять Почитать какую-нибудь Книжечку Ну Ну Отказаться Я все равно не могу Как ты сказала Теперь В литературном Клубе Раз уж предлагаешь ты Мне кажется Правильным заняться Чем-то подобным Подожди Я ничего такого Не имела ввиду Эм Если ты на самом деле Не хочешь То забудь о том Что я сказал А нет Нет Все не так Юрий Постой То есть Юрий Сейчас намекнул На что На секс То есть Типа Если ты на самом деле Не хочешь Ну Как тебе сказать Юрий Я не против Где ты мне заходишь Хочу постараться Стать частью этого клуба Ребята Вы бы хотели Встречаться с Юрием Вот Я сейчас задаю этот вопрос Но я задам его снова Напишите в комментариях Хотели бы вы с ней встречаться И объясните причину Почему бы вы этого хотели Можете объяснить ее одним словом Я пойму вас Так что пусть я и мало читаю Будь ты только рад взять книгу Если ты этого Хатишь Так ты уверен Я просто хотела Ну Я ведь президент А значит Я должна помочь тебе На эти занятия по душе Постойно Не президент Из своего портфеля Юрий вытащил книгу Я не хотела Чтобы ты чувствовал себя Не в своей тарелке Так что я выбрал книгу Которая на мой взгляд Тебе понравится Она довольно короткая Так что даже Если ты читаешь не часто Уверена Она тебя увлечет И могли бы Обсудить ее Если захочешь Это Как мне получается Не преднамеренно Быть такой бесконечно милой Понимаете У некоторых девушек Есть такой талант А даже не поленивась Найти книгу Которая может мне понравиться Хотя я практически Ничего не читаю Девушки Если вы Всегда милые Поздравляю вас Вы милые Спасибо большое Юрий Я обязательно ее прочту Я с энтузиазмом Взял книгу Не нужно спешить Читай ее в своем темпе Я буду с нетерпением Ждать твоего мнения Когда все расселись Я ждал Что Монька Пойдет Пойдет По плану Мероприятий клуба Но похоже Что я ошибался Юрий уже полностью Погрузилась в книгу У нее такое Средоточное выражение Лица Будто она Весь день этого ждала Нацуки же копалась В дерьме Так мы должны Получить Нацуки что ли Я очень хотел Поговорить с Юрью Немного дольше В то же время Мне не хотелось Отвлекать ее от чтения Я бросил взгляд На обложку ее книги Похоже Это такая же книга Как и та Которую она мне дала Кроме того Она кажется На первых ее страницах Ааа Черт Наверное заметил Что я смотрел На ее тички Она еще раз Глянула на меня Украдкой И наши взгляды На мгновение Сплелись В единый клубок Постой что А что это было Ясно Опять Все сначала Все сначала Но я ничего не вижу А так задумано Фух Кажется все закончили Я ввел комнату взглядом Это было напряжение Чем я себе представлял Словно Все осуждают меня За посредственные Писательские способности Даже если Они этого не показывают Мои стихи Ни за что не сравнятся С их уровнем К сожалению Главный герой Не замечает Что на фоне Валяется его Мертвая Одна Группница Ему пихуй Рили Все таки Это литературный клуб Я глубоко вздохнул Что ж Я сам себя В это втянул В другом конце комнаты Мойка писала Что-то в своей тетради Мой взгляд Ставился на С Нацуки Девушки робко Обменивались стихами Когда они Одновременно стали читать Я с интересом Наблюдал Как изменяются Выражения Их ебанутых лиц Нацуки Недовольно Нахмурила Свои трусы В то же время Неизвестная Женщина Печально Улыбнулась Что это за стиль Такой А нет Ничего Нацуки Примежительно Одной рукой Положила Тетради С стихом На стол Пожалуй Можно сказать Что стих вышел Хуёвый Милым Ты что Вообще Не заметил В ней Символизма Она же Он же пропитан Чувством безысходности Как такое Можно назвать Милым А Шлюха А То есть Тебе пришлось Напрячься Чтоб выдавить Себя хоть что-нибудь Хорошее Спасим Конечно Но в итоге Ничего хорошего Не вышло Постой Нацуки Говорит Сама с собой Так Я знал Что Я состою В клубе Не просто Литературном А в клубе Ебанатурном Но Я не ожидал Такой дерзости Если бы мне Дали нужные советы Я бы спросил От того Кому Понравится Мой стих И такие люди Кстати есть Он понравился Монике Винди Хуинди Тоже Его похвалил И раз уж У меня такой успех Я сразу Дам тебе Парочку советов Прежде всего Нацуки Визар там Подскакивает С места О Правда Постой А может быть Это ты мне Кто бы говорил Эгоистичная сука Видишь Это слова Только доказывают Мою правоту Постой Но это ее Вот диалог С Юриной Окей Кажется Она поняла Смерть Я выберу Смерть Сука Моника Уйди Я не выспался Сегодня Моника Можно Можно уйти Смерть А Нижняя Нижняя Я нижняя Выбираю Я определился Так Микаса Опять Недовольна Что Тебя Вечно Не устраивает Ладно Выберу Верхняя 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 Моника Уйди С моего Монитора Я нифига Не понимаю Что тебе надо Понимаете Моника Вечно Вылезет На весь Экран Нет Побел Не работает Ей вечер Что-то надо Вообще Жестко Моника Моника Уйди Из экрана Музыка Такая На фоне Кстати Прям страшная Чтоб Какаться Можно Даже Так Вы знаете Ненароком А что Если я буду Пробел Бесконечно Нажимать Может Что-то Поменяется А Там Сайори Терри На фоне Фон Меняется Кстати Вот Не помню Так Было Раньше Или Нет Ох Там Подошла Поближе Он Что-то Скажет Или Не Скажет Давай 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 Все что ли Шло время тебе написать стихотворение Не волнуйся Я приберу Тут пока ты будешь писать Просто Расслабься По факту Тебе только Остает Что написать Мне пару стихов Мы что Пытаемся Перепройти Игру Учитывая Что Девочки Мертвые Игра Сломана Шло время Со стих Подбери Слова Которые Как ты думаешь Понравятся Монике Что-то Хорошее Должно Произойти С Моникой Просто Забыть О Юре Баяние В индус Я решил забить Интересно я сейчас попал или не попал Просто я рандомно нажимал Ты разблокировал специальности Хочешь прочесть его Да Хоть Да хочу Черт возьми Я не помню Это чьи-то Чьи-то глаза Что-ли Чьи-то глаза Ага Сохранные глаза Разблокировал специальный стих Щас Щас Я смогу Я смогу Ребята Щас Щас Нет Я промахнулся Я обкакался Тупо Обосрал Трусы Так Давай Попал Радики Опять Ребят Походу я сломал игру Или я должен как-то Исхитриться И нажать Да Так Может быть Щас 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 Попал Да Нажал Да По-моему По-моему Оно сломано Ребята О нет Получилось Только Слов Ох ты Слов не разобрать Позволь мне Прочесть Те свой стих Оно называется Алые лучи Из багряного неба Это типа О крови Да Стих Возьми Виолетта Погибла Поезда Крушения Гиблая тряска Смертельный удар Выкидыш Больные мысли Эпизод смерти Туберкулез Смерти Малярия Эпидемия Гангрена Признаки Недоедания Глазные спазмы Мечты Перелом позвоночника Учащенное сердцебиение Массивные шипы Смертельный спазм Смертельная тряска Гиблый смотритель Вот и закончилось Стихотворение Возьми Такое увидишь Ночью Проснешься Обосрешься Отличный стих Не правда ли Я люблю тебя Винни Хуинди Я так сильно тебя люблю Я всегда буду думать о тебе Реально стрёмно Вот так смотришь И знаете Стрёмно становится Серьезно Там стрёмно становится Кто-то ещё будет Или я точку буду Ржать Давай уже Развлеки меня Требую Я требую хлеба Зрелищ И прочего говна Давай Я требую Открытие КФС Уже рядом с домом Потому что Я через весь город Не хочу ехать Ради своего Семидневного Эксперимента Не ну С другой стороны Я в Москве могу покушать КФС Причём он там Вкуснее Нет Я бы сказал На уровне Он в Смоленске В Москве Примерно одинаковый По уровню КФС Ко мне навстречу Бежала одна Надоедливая девушка Она в огне Языки пламени У неё горящие одежды Лежут её лицо Она кричит Выбка растягивается На моих губах Я ласкаю себе бороду Ты разблокировал Специальный стих Прочти его И стих Сломан в говно Я пропускаю его Потому что Ох ты чёрт Тя за ногу Уберите Это пожалуйста С моего монитора К сожалению У игромани Не получилось Выиграть Крутой монитор Осталось две девушки Как я понимаю Да Юри Энд Нацуки Или что значит Вот это голубое То что Я гей Ничем не применчательный Будний день Похожий На любой другой По утрам Будучи окружённым Идущим в школу Парочками И компаниями Друзья Чувствую себя Паршивее всего Всегда иду в одиночестве И постоянно Твержу себе Что однажды Познакомлю с девушкой Или Что-нибудь в том же Духе Постоянно твержу себе Что однажды Познакомлю с девушками Или что-нибудь В том же духе Моя неудача Я тупа Лошарик Но у меня совершенно Нет мотивации Ступать Какие бы то ни было Клубы Вот погода Сейчас кстати Охуенно Вот дома Сейчас 22 градуса Вечер Тебе хорошо Вот знаете Единственное Что мне мешает То что я не выспался И реально давят на голову Ты сидишь И понимаешь Что давят Я вполне довольна Своей ничем Не примечательной Жизнь Я в свободное время Провожу За играми И аниме Ну блин Это я Это реально Просто рассказ про меня Только у меня есть Девушка И есть Все остальное Конечно Всегда найдется Аниме клуб Но девушек В них Все равно Я не знаю Как мне не бывает В аниме клубах Всегда полно тянок Они все там Они Причем большинство Из них довольно симпатичные Потому что Чтобы девушке Быть симпатичной Достаточно надеть ушки И выглядеть как аниме Все Победа Изи Изи катка Изи шит Совершенно обычный день В школе незаметно Подошел к концу Собрав вещи Я тупо уставился в стену Словно пытаясь найти там Хоть каплю мотивации Клубы Нет ни одного Который по меня заинтересовал Кроме того Большинство из них Наверное слишком высокий Стандарт О, кто-то подошел ко мне Так, кто же это? Чуть лицо знакомое Привет Я так соскучилась Под тебе Я все еще люблю тебя Винди-хуинди Что? Что за хрень? Какого черта? Юрий одержимо улыбается Успокойся Стой Нет, со мной Ничего не случилось Саша В порядке Юрий свистнула Ага Я свихнулся Ты настоящая? Это все реально? О, я просто ищу кое-какие Блин одежды для клуба Не знаешь, есть ли здесь Бэтмен Я, кстати, хотел попробовать Заказать одежду Вот Бэт Бэт Нортон Знаете, у них крутая такая одежда Необычная И при этом очень черная И... Вот я не знаю Просто люблю заказывать одежду Потому что я, бать, захожу Даже в магазы С одеждой Ничего выбрать не могу Вообще Какое-то все скучное Неинтересное А еще не надо Или маркеры Какого хрена вообще? Хе-как, в чем дело? Все же хорошо Я здесь чтобы любить тебя Со мной что-то не так Не так ли? Мне жаль Я извиняюсь Что? Что? Ох, это ты меня прости. Не знаю, что на меня нашло. Я плохо сегодня, я не выспался, а сейчас хуита. В сон клонят. Блин, там опять про меня, я участник этой игры. Да, как скажешь. Юля схватила меня за плечи. Пошли со мной, вступи в мой клуб, войди в меня своим членом. Что? Ой, ладно, наверное, войду. Хорошо, я уже принят твой клуб, думаю, что да. Видите, все, ребят, все, я часть клуба Юрца. Сегодняшний день был увековечен тем, что я продал душу Юре и ее неопродолимому духу. Я робко последовал за Юре по школьным коридорам и лестницам. В этом крыле, отданном, это я знаю, преисполненный энтузиазм, Юре спахнул дверь класса и, походу, в клубе будет только я и Юре. Я привела гостя. Серьезно, что ли? Ты привела сюда, парня? Отличный способ убить здесь всю атмосферу. Не будь ты такой скучный, на суке. Добро пожаловать в клуб Винди Хуинди. Так, клуб из двух человек. От увиденного я потерял дар речи. В этом клубе полно невероятных... Полно, блин, их две! Две девушки, симпатичная только одна. Так, дай угадаю. Ты парень Юре, верно? Что? Нет! Нацуки! Очевидно, это не дружебную девушку. Зовут Нацуки. Она мне не знакома. Ее маленькая фигурка словно бы говорит, потому что она только что поступила в старшую школу. Это Нацуки. Она постоянно раздражает. Так, она вице-президент. Поскольку в клубе больше никого не было... Эх... Ее выглядит куда более зрелой. Кажется, ей тяжело находиться в компании людей типа Нацуки. Да, мне тоже приятно с вами познакомиться. Как бы все дела. В общем, я зашел в один глаз за принадлежностью, а там еще был Винди Хуинди. Мы разговаривали, и он решил вступить в наш клуб. Разве не здорово? Погодь. Юри, разве я не просил заранее сообщать мне, прежде чем привезти новичка? Тем более, мужчину. Он же нас изнасилует. Я собиралась, ну ты знаешь. Прости, Нацуки. Я помню, я просто слишком увлеклась. Раз так, мне следует заварить чай, да? Да, было бы здорово. Валяй. Юрия о чем-то задумалась. Она так мило стесняется. Она сбоку очень крутая. Внезапно Юрия подошла ближе и поцеловала меня в мои соленые губы. Ну же, Винди Хуинди, сядь со мной за стол. Я сяду к тебе на колени. Твою мать, а тупо засосала меня, как пылесос. Сука. Контент. Юрия начала громко смеяться. Она вытаскивает из своей сумки блестящий нож, маниакально посмеиваясь. Юрия начала осторожно поглаживать лезвие ножа, будто заботясь об этом остром предмете. Все молчат. Добро пожаловать в литературный клуб. Ха-ха-ха. Я президент этого клуба. Это значит, что все под моим контролем. Я знаю все. Я не захотел развлечь. Не делай резких движений. Просто позвони полюбоваться тобой. Юрия прикасается пальцем кустрю ножа. Она полкапнула каплю крови из раны, прорезанной ножом. Нацуки в ужасе выбежала из класса с криками «Спаси! Тебя убивают!» Ты так странно на меня смотришь. Думаешь, я сумасшедшая? Так и есть. Да, ты чокнутая, и мне как бы жаль. Юрия стеклянным взглядом смотрит на дальнюю стену. Мне нехорошо. Ты должен уйти. Мне станет лучше, не волнуйся. Я на самом деле люблю тебя, дорогой мой винди-хуинди. Прощай. Увидимся немного позже. Я буду думать о тебе и скучать. Я не оглядываясь, выбежала из класса, захлопнув за собой дверь. Конец, что ли? Серьезно? Is this the end? Oh no. Просто я встречал несколько модов, и мне казалось, тут будет немножко по-другому. Так, раз мы прошли мод, главный секрет. Мы в этот мод уже играли месяца три назад. И он был на английском языке. Сейчас его перевели. И, кстати, мод реально классный. Ну, как видите, прикольно. Я решил его перепройти. Он короткий. За 50 минут мы его прошли. За одну серию. Большую серию. Надеюсь, вам было интересно. Может, мод неплохой. Он классный. И дальше нас ждут новые моды. И мод с клуб свиданий. Будем дальше развивать его эту тему. И чередовать его с другими модами. Всем спасибо за просмотр. С вами был Евген. И до следующей серии. Потрясающий вообще огонь. И пока, ребята. Видите? Доки-доки выходит регулярно. Потому что Евген вернулся. Евген здесь. Евген уже натер орла. Всем пока. Я спать пошел. Субтитры сделал DimaTorzok